Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Бессарабская сорти» на телеканале Бессарабия ТВ. Мы снова с вами посетили наш замечательный рынок в городе Белгород-Днестровский. Вот такой чудный месяц, ноябрь выдался в этом году. Солнце светит, совсем не холодно, температура днем плюс 16, на днях даже плюс 18 где-то было. Вот аккерманцы ходят, приветы передают. Вот рынок сегодня, скажу вам, пустенький. Несмотря на то, что продавцов много, прилавки заполнены, а вот покупателей как-то мало. Может быть с утра кто-то успел уже все купить, а может быть и завтра, в субботу пойдет. Люди у нас суеверные некоторые, могли подумать, что в пятницу 13-го лучше не ходить на рынок, не покупать ничего, значит завтра придут. Ну, много-много всего. Очень много яблок. Яблок просто огромное количество. Причем цены начинаются от 6,55, заканчиваются 10, 12, 13 гривен. Самые большие, самые вкусные, самые сладкие, самые красивые. Апельсины, мандарины, гранаты появились, лимоны. Ну, сейчас все, в принципе, посмотрим и увидим. Вот люди торгуют. Пойдем. Ну, по традиции цены у первого места, где мы остановились, значит, яблоки. А что по 14-то гривен? А ну, сейчас посмотрим. Вот какое-то новое для меня яблоко. А идите сюда, расскажите, что за яблоки. Ага, что ж вы не можете свой товар разрекламировать. По 14 гривен желтое, большое, сладкое яблоко. Очень сладкое. Говорят, очень сладкое. Голден по 13, 12, 11, 10. Цены на любой кошелек. Желательно, чтобы кошелек сейчас был побольше, потому как цены растут. Кушать-то хочется. Кто-то разнился, чтобы через граждан нашу рекламу не здесь. Не на рынке. Не на рынке. Не на рынке. Родственники. Да. Завидуют. Завидуют. Да, завидуют. Главное, чтобы реклама была, чтобы товар продавался. Ничего, все хорошо, слава Богу. Вон у вас там яблоки забирают. Не-не-не, они покупают. По 14 гривен. Вкусные, да, очень. Что новенького будет в ближайшее время на прилавочке? Не знаем пока. Все зависит от поставок, как наш хозяин там. Яблоки забрали. Как вам яблоки? Вкусные, очень сладкие. Да? А вы уже брали эти? Нет, первый раз. Откуда знаете, что вкусные и сладкие? Хозяйка сказала, хозяйке верю. Хозяйке верю. Что еще сегодня на рынке купили? Помидоры. Помидоры. А что еще будете покупать? Еще? Виноград, наверное. Отдавайте 8 гривен. Вам хорошо скупиться, а мы пойдем дальше посмотрим. Спасибо, спасибо большое. Будьте здоровы. Руки, конечно, у меня рабочие. Нет, ну, кто же... То есть, знаете, на фаршировку. То есть, это берут, то есть, пожарить, там, стушить. Эти грибочки берут на мариновочку. Вот. А крупные берут на фаршировку. Ножки там обрезают. Вот это фарширует? Нет, это идет на жарку, тушить или идет на суп или на первое. А как это фарширует? Ну, допустим, вот крупный гриб, берут ножку. Ножку, ножку от гриба, которая больше. Режут ее меленько. Вот это вот, ну да, вот ножичку такую, допустим, вот. Ножку убирают. Режут ее на сливочном масле вместе с луком репчатым. Обжаривают до золотистого цвета. Шляпку тогда ложат, чуть-чуть майонеза немножко. Эту начиночку и сверху сыр. Затирают в микроволновку или в духовку до образования румяной корочки. Все, гриб. Внутри это есть собственный сок и майонез. Оно пропитывается, готовится быстро. Это шикарная закуска. Да, элементарно. И верите, времени очень минимум на то, что приготовить очень даже неплохое блюдо. Ну, дорогие друзья, приходим, покупаем грибы. Приходим, покупаем, тушить, жарить, мариновать, фаршировать. Цены вполне демократичные, нынче в холодное время года. Вот смотрите, такая вот красота. И пахнет, и выглядит, и стоит. 60 гривен килограмм. Орешки, сметанка, немного меда. 32 гривен килограмм. Или сгущенка. И вот такой вот десерт. Еще сверху лимончиком украсить. По чем, кстати? 38 гривен килограмм. И мандарины. Мандаринка 30, это Пакистан. Хлопушечка, без косточки, очищается легко. И новые гранаты. Азербайджан, то есть сладкий, темно такое, зернышки темно-красные, бордовые. По чем? 45-50 гривен килограмм. Ну, у меня 45. Ну, дорогие телезрители, вы видели, куда надо прийти для того, чтобы купить черный слив, лимоны, мандарины, гранаты. Вот даже хурма появилась, но это уже остаточки. Еще будет. Правда, на данный момент она еще присутствует. И цветы. Цветы на прилавке у любимых продавцов. Вот такие вот красивые. Придете на рынок с цветами, 100% получите скидку. Рынок Белгороднестровский показывает. Отдельно именно, как бы, да, нам картошка, полностью все. Картошка, лук, яблоки, вот такие вкусные, да. Ну, у нас же самые вкусные яблоки. Конечно, у нас акерманские. И цена, как бы, да, такая достойная, как бы, тоже. Ну, поменьше, чем в других городах Украины. Как вам нынешний ноябрь? Хорошо, отлично. По сравнению с прошлым годом оно намного теплее. Намного. Дожди уже в том году были, уже дожди, сейчас. А сейчас вот самое время. В лес, лиману, шашлычок, да? Ну да, у нас перелок московский. Может, вы знаете, были на перелке московском у нас. Там тоже райончик у нас, лиманчик, рядышком крепость. Вид там тоже шикарный. Я к дому вышел и уже... Конечно, ну, балкон сразу на лиман выходит. Ну, вам замечательных выходных. Спасибо большое. И будьте здоровы. Тоже спасибо. Покупайте, зачем ходите. Возвращаясь к теме чернослива, хочу сказать, что если вы с одной стороны купите чернослив, то подойдя на другую сторону, вы купите уже чищенные орехи. Пол-литровая баночка грецких орехов вам обойдется 50, ой, 15 гривен. Чуть не сказал 50. Но за такие можно и 50 заплатить. И мед, посмотрите, мед под 40 гривен. Вау, все на месте, все в одном. Яблочки по 8. Откуда яблоки нынче привезли-то? Крутояровские. Крутояровские. А эти? Тоже самое наша цена. Голден. По 8 гривен. Приходите, забирайте. Все, что осталось, я надеюсь. Да, все. Распродались. Спасибо Богу. И слава. Отлично. И слава дадут. Я тоже так говорю. Спасибо Богу за сегодняшний день. Что есть на хлебчик, и на чаечек есть, и кусочек масла можно купить. Я вас поздравляю с таким хорошим результатом сегодняшнего рабочего. Спасибо Богу, что нам Бог дает. Конечно, пенсия у нас маленькая, но Бог нам помогает. Но пенсии есть добавить? Ну, есть, конечно. У нас же внуки есть. Надо помочь чем-то им, чем и браковать. До пенсии желательно помогать. Да, да. Правильно? Да, конечно. Ну, будьте здоровы. Тут же недалеко отошли наши игрушечки. Вот такие вот красавицы. Ну, цена стоит 6 гривен. Прийти купить, поесть, прийти купить, затушить их карамелькой, залить, поставить в холодильничек. Вот такой десерт в дорогих ресторанах стоит сумасшедших денег. А у нас можно купить прямо на прилавке. Яблоки-орешки, цветная капуста, чего-то произрастания. Замечательные, бессарабские, украинские девочки. Привет. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Как учеба? Хорошо. Кто венок пил? Венок кто пил тебе? Ну, мы покупали его. А, купили. Так ты готова? В школу так ходишь? Да. Молодец. Сегодня было в школе так. Как учеба? Хорошо. Все. Что у тебя все хорошо-хорошо? Что замечательного в жизни? Ну, в школе получается все. В школе все получается. Все хорошо, все замечательно, все идеально. Это вот так живем и в Акермане. У нас все хорошо. Кто не успел купить фасоль, попкорн, чечевицу, приходим, выбираем, забираем. Чеснок вязочками, тоже кто хочет. Ой, косичка называется, я вам покажу. Можно забрать, увезти далеко-далеко, даже в Европу такие его возят. По 70 гривен за вязочку повесить. А берег от злых людей в квартиру заходишь? Да. Лук, чеснок, хорошо, когда висят вязочки в кухне. У нас, я так думаю, в хаш-да-хате такое есть, и злых людей у нас поэтому тут и не водится, правильно? Как ваши родственники в Измаиле? Ну, что, ждут, должна сестра приехать, скоро в гости проведать. Будете вместе торговать? Нет. Гулять будете, да? Конечно. Ну, вам хорошо погулять, а мы пойдем погуляем по рынку. Сейчас нас бьют чаем, кофе, капучиной, лук по 10, гранаты поштучно. Вот кому не надо много, может прийти выбрать себе гранатик. На нем уже стоит ценничек. И на пробу, вот сейчас мы вам покажем, на пробу вот такие вот уже можете взять, попробовать, что непосредственно вы хотите купить. Ну, знающие люди рекомендуют его еще надрезать, ковернуть бубочку и проверить, насколько он сладкий. гранаты в цене вот так вот по штучному варианте. Самую маленькую вижу 16 гривен, самая большая, самая большая 43. 43. Сейчас мы развалим кому-то витрину. Вот такой вот, смотрите, какой красивый, а. Сейчас мы вам пальчиком отгребем. Вот такой вот красивейший гранат. Полезный для здоровья. Можно купить у нас на рынке. Хурма, как и мандарины, предвестник нового года. Осталось совсем немного. В декабрь месяц и половина ноября. Кто хочет полакомиться хурмичкой, цена здесь от 30 до 40 гривен. 40 самые большие, самые красивые, самые яркие. Продолжаем нашу экскурсию сегодняшнюю. Капустки 9, морковки 10, куречки маленькие. Осталось 6 штук буквально по 7 гривен. Можно выторговывать. Картошка по 6. Тоже все, что осталось. Поэтому кто не успеет купить сегодня картошку, может остаться без нее. Вы хорошо расторговались сегодня? Так вот, как думаете? Да не, неплохо. Неплохо? Плохо, плохо. Плохо. О, говорят, у кого-то торговля плохая, у кого-то торговля не супер. Идет, здравствуйте. Редька по 8. Картошечка 6, куречки по 8. С той стороны точно такие же цены. Ну, слева направо цены практически не меняются. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Покупателей нет. Нет покупателей. Товаров много, а покупателей мало. Домашние, фермерские, с хозяйства яйца. Нет, это домашние. Домашние, я же говорю, у небольшого фермера, у которого еще нет большой фабрики. Почем у вас яйца? 30. Вот смотрите, вот домашнее яичко куриное по 30 гривен за десяточек. Орехи на выбор. Чеснок домашний. А у нас все домашнее. Редко, когда появляется что-то фабричное. Вот, кстати, хотел вам сказать, тут-то на прилавках еще как-то осталось товаров немножко. А в рыбных рядах уже все. Пару судачков, пару толстолобов, карпики, карасики. Зеленушки любые. Такие хотите. По 2 гривны за пучок петрушка, по 1,5 укропчик. Это тоже петрушка. И кабаки, кто желает, уже нарезанные и почищенные дольками от 3 до 6. Мы кабаки пока снимаем, Валя, улыбайся. Мы сейчас к вам редиску придем снимать. Как вы сегодня торговали? Говорят, что плохо торговля пошла, да? Не то слово. Не то? Я говорю, не то слово. Вообще люди ничего не берут. Вообще ничего не берут. Я не знаю почему, денег нет. С этим надо что-то делать. С этим можно справиться одним простым способом. Поднимите людям зарплату, поднимите людям пенсию. Люди будут приходить на рынок, тратить деньги здесь. У продавцов тоже деньги появятся. Будут платить налоги. Хватит и на зарплату, и на пенсию. А это куда-то мы не туда ушли сегодня от рынка. Ну ладно, 40-дневочка второго урожая. Здравствуйте. И вам здравствуйте. 40-дневочка второго урожая. Вот такая красавица. Посмотрите. Вот. По 12 гривен. По сравнению с картошкой уже, скажем так, взрослой, вот эта молоденькая стоит буквально на 4 гривны дороже. Взрослая картошка. Это интересно. Надо запомнить. Вот только что наш оператор Анатолий Лукинчук показал вам замечательные фермерские яйца, которые стоят чуть-чуть дешевле, чем мы видели домашние. Но выглядят и на вкус практически отличить невозможно. Цены от 22 за маленькое яичко до 24 вот такие гиганты. Может быть и с двумя желтками кому-то повезет, если будут. Как у вас торгуется? Торгуется так себе средненько. Знаете, яйца дорогие, люди немножко возмущаются, немножко так. Ну да и все такое, и товар ходовой, а он все равно нужен. Как видите, домашнего на рынке мало. Естественно, берут больше такие. И домашние намного дороже. На башне 30-35. Мы по 30 только что. Ну, мы по 30 нашли. Есть и дороже. Смотря где. У нас пока не такая цена. Предсказать на будущее ничего не могу. Честно, если мы раньше угадывали на будущее там что-нибудь. А сейчас мы не знаем, какие будут цены. На Новый год спустим? Нет, скорее всего, навряд ли. Не знаю, как наше руководство там. Как говорится наверху, кто у нас заведует яйцами. И что они думают на Новый год делать. Понимаете? Как ваша манюня? Слава Богу, растут детки. Растут, слава Богу. Меня, честно сказать, радует, что наши детки, слава Богу, растут здоровенькими, крепкими, умненькими. Вот не радует, что цены растут. Надо, вот дети пусть растут, а цены пусть не растут. Здрасте вам. А вы уже распродали всю рыбу? Да. О, счастливые люди. У нас выборы прошли, и все подскочило в цене. Хотя говорили, что у нас должно быть стабильно. У нас стабильно подскочило. У нас стабильно. Сейчас опять выборы пройдут, и опять цены у нас подскочат. Что это такое? Расскажите мне такое. Что это у нас такое? А давайте так. Выборы проходят, цены падают. И тогда мы выборы каждые полгода проводим. Да, и все будут идти дружно на выборы. Бридовские огурчики. Смотрите, молоденькие, молоденькие, молоденькие огурчики. По 50 гривен. Практически как корнишончик. Помидорки 18, микада 18, 20. Пекинская капуста, не знаю, причем ценника нет. Когда в долларах, это всем хорошо. Особенно тем, кто их имеет. Мокрая капуста. Грушки. По 10 гривен домашние. Замечательно. Домашние бабушка свое выращивает. И сладкое? Сладкое-сладкое, носочное. А вы давайте попробуйте. Будет сладкое, я и куплю. По 10 гривен. Вот такая же дома? Точно такая, я думаю, она сочная, сладкая. Эта зеленая, она доходит, еще будет краснее. А она прямо вылезет. Слушайте, а это не тот вот, который еще может месяц вылезать к Новому году. Это она, да? Да, если ее разложить, не трогать, не битая. Сладкая, сочная, крепенькая игрушка. Сейчас вот мы купим. Ванная? Да, давайте нам килограмм, так, парочку. Давай. Если эти игрушки аккуратненько выбрать, аккуратненько сложить, так, чтобы они друг друга не касались, были небитенькие, к Новому году у вас на столе будет вот практически деликатес. Сейчас мы вам выберем, ребята, вкусненькие, чтобы вы бросали сюда. Слушайте, вы сюда ушел? Да, я не знаю. Выбрали? Тут чуть-чуть, когда узнали, но мы сразу видим. 25 гривней, целый пакет груш. Не отказывайся, да? Ну, постараемся не отказывать. Даст Бог, если не съедим, то, может быть, пару штук до Нового года и дотянет. Ну, хорошо, так вот, она допустим. Не, я сомневаюсь просто, что я ее не съем. Да. Я не сомневаюсь в том, что она долежит. Спасибо. Идем дальше. Идем дальше смотреть. Пекинские капусты, большие кочаны по 12 гривней. Цветная капуста по 15. Ой, сейчас мы придем, посмотрим. Я вам скажу, знаменитая мокрая голубцовая капуста появилась в самом знаменитом месте. В других местах я даже не покупаю. И почем? 30. Гривний килограмм? Да. Капуста, салфеточка до самого низа. Смотрите. Смотрите, какая красота. Писик, насквозь видно. Если бы над нами сейчас была не крыша, а солнце, можно было бы и солнце посмотреть. Капуста без уксуса квашеная по 25 гривен. Без уксуса, 100%. И все домашнее? Да, помидорка домашняя. Все домашнее. И капусточка, и петрушка, и мед хороший. Все говорят, торгуется что-то в последнюю неделю нехорошо, да? Да, торговля не очень. И что делать будем? Будем надеяться, нового года ждать. Рождества. И к Новому году я обязательно сам приду покупать капусту. А может и раньше приду. А может и не уходить. С заморскими вкусностями, улыбающимися продавцами, прячущимися девушками. Но на прилавках есть то, что от вас никто не спрячет. Авокадо 30 гривен штука. Ананасы какие-то... По чем? 125 штучек. С Коста-Рики. С Коста-Рики ананасы по 125 гривен за штуку. Апельсины сладкие по 40 гривен за килограмм. Имбирь по 80. Вот это вот... Танелла. Танелла Андерсон. Да, именно. Она так и выглядит. Да, формы. Что с нее и назвали. Это гибрид. Гриффрукт с апельсиной. Киви по 45 гривен. Гранаты... Киви по 45? Да. А что вы так улыбнулись? А девушки улыбаются, когда к ним подходят. Не надо меня снимать, я так не люблю. А что вы будете покупать? Я хочу куевин. Вот видите, я только сказал и сразу пришли покупатели. Нет, так я не считала, что вы сказали. Это совпадение. Ну вот, хоть в одном месте не грустно сегодня. И это радует. Газета с кроссфордами. Вы понимаете, вот... Вот. Интеллигентные у нас... Я работаю. Продавец. Продавцы, да. Кроссфорды разгадывают, интеллектуалы. Это ж радует и улыбается. Это просто от безделья. Ну, вы еще скажите, что торговли нет. Отличная торговля. Ну, посередине. Как-то вы втроем тут погрустели, когда сказали, что... Слабенькая торговля. Нет. Слабенькая, я сказал. Ну, денег нет. Все потратили на выборы. А люди, по-моему, не избирались. Так, с них деньги сняли. Да? Ну, ладно, что? Запровогаться. Ну, чего? Что у вас интересного появилось? Миндальный арен. Хорошая вещь. Это сладкий миндаль. И причем... Пол-литровая баночка 20 гривен. А наши местные? Наши 25. Наши дороже, чем импортные, правильно? Нет, это не импортные, а то чисто домашние. А у вас что, миндаль растет? У нас есть, у нас целые посадки миндалят. В нашей местности растет миндаль. Ну, если импортный... Да ладно, вы шутите. Ну, на полу, серьезно. Я всегда думал, что миндаль привозят откуда-то из-за рекламы. Миндальное дерево растет у нас. Вот, сдалека привозят. Наши местности. Расплассованный, импортный. Он от 470 до 500 за килограмм. А это наш местный? А, это местный, чищенный. Вот так он берем. А ну, показывайте. И внутри ядрышко. Можете попробовать? Я попробую. Убрали ноги. Смотрите. Миндаль. Настоящий. О чем вы говорите? От длинной баночки. Я возьму баночку. Друзья, значит, импортный подороже будет, чем наш-то. Что вы улыбаетесь? Я не знал, что у нас миндаль растет. Приходим, покупаем миндаль, салаты, редьку и делаем торговлю. Дорогие друзья, будем с вами прощаться. Вот таким вот получился наш сегодняшний поход по рынку в Белгороде-Днестровском. Не очень веселый, но как есть. Цены вы видели, есть возможность, приходите, покупайте, порадуйте продавцов торговли, себя вкусностями. Увидимся уже день через 10. Вам всего хорошего, чтобы все было замечательно, чтобы дети росли здоровенькими. Ну и вы богатели. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»